Тревогу жители улицы Красноармейская забили год назад. Практически во дворе их дома начали рыть котлован. Мало того, что людям мешает шум, строительство многоэтажки нарушает все санитарные нормы. Дополнительную нагрузку могут не выдержать старые коммуникации. Кроме того, рядом с домом проходят грунтовые воды. Все плывет. Даже двери гаража зимой перекашивает. Их открыть очень сложно. Очень близко к грунтовой воде. В соседнем 110-м доме у них вообще в подвал вода уходит постоянно. У них откачивает чуть ли не ежедневно воду из подвала. А как они собрались строить большой высотный дом здесь, и кто им дал разрешение, непонятно. Разрешение на строительство высотного дома никто и не давал. По документам земля приобретена под индивидуальное жилое строительство. О том, что рядом хотят возвести десятиэтажку, местные жители узнали на публичных слушаниях. Но категорически выступили против. Хотя, согласно протоколу, большинство стройку якобы поддержало. Возмущенные люди обратились за помощью к властям. С инициативной группой жителей встретился председатель Самарской городской думы Александр Фетисов. Спустя две недели он рассказал, как продвинулось дело. Мы людям обещали предпринять определенные шаги. Эти шаги предприняты. На сегодняшний момент данный объект внесен в реестр самовольных объектов. И на сегодняшний момент департамент соответствующей службы города готовит соответствующие данные для обращения в суд. К решению проблемы подключился депутат Госдумы Александр Хинштейн, обнадежив жителей. Опубликованные в интернете объявления о продаже квартир в строящемся доме – веский повод оштрафовать застройщика. Сейчас мы направим обращение в адрес нашего управления по надзору за долевым строительством, поскольку на объекте идет привлечение средств граждан. Это незаконно. Установлены серьезные административные ответственности, штрафы до миллиона рублей. Чтобы не разбираться потом с новыми обманутыми дольщиками, городские власти намерены обратиться с жалобой в управление по надзору за долевым строительством в ближайшее время. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События.